Моё витание, видать, в эдуторию. Меня зовут Юлия Лутвиненко. Я витаю вас из Киева и витаю нашего гостя. На завязку знамо сегодня будет колышний разведник Сергей Жирнов, ныне публицист, специалист международных педносов. Ну, с Новым годом, Сергей Олегович. Здравствуйте. Да, спасибо, Юлия, и вас тоже с Новым годом, и всех наших зрителей с Новым годом. Ну что ж, поговорим про новые ожидания, про новые надежды и про новые возможности. Я хотела бы начать с сообщения о том, что Совет Украины НАТО проведет чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные удары Российской Федерации по украинским городам. И, конечно же, чтобы вы спрогнозировали, каким может быть решение этой встречи. Значит, Марк Фегин говорит, тоже известный публицист и блогер, говорит о том, что терпение наших союзников лопнуло, и мы получим ракеты дальнего действия для того, чтобы атаковать Россию, чтобы Россию перенести на территорию России войну. Ну, насколько такая стратегия может быть эффективной? Ну и, конечно же, Совет Украины НАТО как возможность нахождения, может быть, даже формулы мира для того, чтобы прекратить войну. Мне кажется, что это все-таки больше такая бюрократическая процедура, которая просто показать, что Украина поддерживает ее НАТО, и что этот вопрос выносится на международном уровне для того, чтобы агентства это напечатали и показали, что Российская Федерация бомбит медные города. Это ответ больше дипломатический и больше бюрократический на то, что, например, Российская Федерация устраивает заседание Совета Безопасности, когда там что-то падает на Белгород и так далее. То есть здесь важна больше символика, чем реально принимаемое решение. Потому что, на самом деле, на этом Совете решения этого Совета, они не имеют никакой юридической силы. И это внутри НАТО важно, чтобы какие-то решения принимались. А там может, что важное решение блокируется, кстати, на уровне Венгрии, потому что все решения НАТО принимаются исключительно единогласно. И достаточно одной страны или Турции, или Венгрии что-то сказать, чтобы заблокировать любое решение. То есть, на самом деле, это больше такая показательная дипломатическая и бюрократическая процедура, чтобы показать поддержку со стороны НАТО Украине. Не больше того. Это не означает, что не будет каких-то решений технических и военных о передаче новых комплексов ПВО и так далее. Я, кстати, здесь вас немножко поправлю, потому что довольно часто в медийном пространстве говорится о ракетах большой дальности. Вот это неправильно, потому что там есть классификация совершенно четкая. И ракеты большой дальности – это межконтинентальные стратегические ракеты, которые летят на 10-20 тысяч километров. А тут разговор идет не о ракетах большой дальности, а о каких-то боеприпасах, у которых введены ограничения по дальности. То есть, все эти боеприпасы и Хаймерсы, и, так сказать, Storm Shadow – это ракеты малой дальности. Это оперативные ракеты. Но они могут, в зависимости от той конфигурации, которая есть, технической, они могут лететь там на, грубо говоря, на 100 километров или на 500 километров. И вот когда эти ракеты сами странно для себя, вот, допустим, англичане или французы, там, Скальпы или Storm Shadow, они у них могут лететь до 500 километров, когда они их используют сами для себя. Но когда вот они даже их продают куда-то на рынке вооружений, даже странам, которых они считают, вроде, своими какими-то там партнерами, ну, допустим, там, я не знаю, Саудовской Аравии, там, Эмиратом каким-то и так далее, они ограничивают дальность этих ракет, допустим, двумя стами километрами. А для Украины Запад, когда передавал свои боеприпасы, вот Хаймасы и эти ракеты, он ограничил их 100-150 километров. Вот, и понятно совершенно, что это ограничение на фронте имеет за собой, несет за собой последствия оперативные на фронте, то есть вы не можете ударять, допустим, в тыл противника. Когда противник узнал, то есть когда Российская Федерация узнала, что вам Запад передал такие боеприпасы и знал примерно их реальную дальность, на которую Западный мир позволил их использовать, то он просто отвел всю свою логистику за эту дальность. И для того, чтобы теперь эффективно бороться с этой логистикой, нужно увеличить эту дальность на 50-100 километров, тогда вы будете доставать в тыл куда-то и более эффективно разрушать логистику Российской Аравии. То есть вот разговор об этом идет, с одной стороны. И с другой стороны, конечно, идет разговор о передаче дополнительных систем ПВО, потому что у вас, ну, в принципе, защищена столица, прежде всего Киев. Там стоит комплекс Патриот, который сбивает все, что можно сбивать. То есть потенциально он может сбивать даже баллистические ракеты и кинжалы, допустим, которые, Путин говорил, что они там не сбиваемые. Патриот доказал, что их сбивать можно, но вот этим Патриотом защищена прежде всего Киев. То есть вот есть железный купол над Киевом, и опять же, ну, это условный железный купол, потому что, когда вы сбиваете ракету, то ее обломки-то все равно падают на землю. Да, и поэтому там она, может быть, не взорвется, но, по крайней мере, этими железняками может и дома какие-то разрушить, если они не очень большие машины и людей убить. То есть, в общем, ничего, конечно, хорошего от этого нету в том смысле, что все равно обломки падают. Но это лучше, чем если бы эта ракета долетела до цели, взорвалась и нанесла бы гораздо больший урон. Но есть много других городов, в частности, важные областные центры Украины, там, типа Днепро, Запорожье и там Одесса, Харьков, где не стоит Патриот и куда, естественно, поэтому долетает гораздо больше, чем в Киев. И проблема, конечно, стоит о том, чтобы всю Украину поставить под защиту серьезной ПВО, то есть, грубо говоря, создать по типу израильскому железного купола. Хотя, кстати, у того же самого Израиля, у которого гораздо меньшая территория, и который объяснял, что именно поэтому его и можно защитить железным куполом, но мы видим, что даже и у него что-то там пролетает временами, несмотря на этот железный купол. Так что, в общем, это заседание, это больше символика, и мы надеемся и ждем не заседаний, а передачи ПВО и вооружений. И, кстати, гораздо важнее было бы, принятие пакетов помощи финансовых, тех заявленных Соединенных Штатов Америки на 61 миллиард, и Европа на 50 миллиардов, как можно быстрее. Да, кстати, за эту помощь, о которой вы говорите, президент поблагодарил, я вот вижу он в его твиттере, он пишет о том, что в течение года, он подойдя итоги в 2023, он говорит о том, что в течение года Америка предоставила 34 пакета военной помощи на сумму более чем 24 миллиарда долларов, патриотры, абрамсы, бронемашины, атакамсы, ППО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования, что критически важно для нас. Ну и, конечно же, как переломный момент, президент также уповает, как и все мы, на F-16, напоминает о том, что историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16 все-таки было принято для того, чтобы защитить свободу и демократию. Вот мы, кстати, я не могу, родная вам Франция, как она отреагировала на взрывы в Белгороде, не было никакого осуждения. Франция четко сказала о том, что Россия агрессор, Украина имеет право на самооборону. И, конечно же, мы очень много и часто со мной говорили о том, что у Макрона были все возможности и шансы стать таким себе новым Черчиллем. И чего греха таить, давайте поговорим о том, что на кону вообще существование Европейского Союза. Существует такая, по мнению украинских, в том числе политологов, такая модель тройственной основы, которая держится вот в такой географии. Я ее озвучу, и вы, возможно, скажете, насколько это действительно будет спасательной, спасительной формулой для Европейского Союза. Берлин, Варшава, Украина. Согласится ли Европейский Союз на то, что такого сильного игрока, как Украина, примут все-таки в Европейский Союз в этом году, для того, чтобы действительно потеснить, возможно, такие страны, как Венгрия, которые весьма неоднозначную позицию на сегодняшний день занимают и больше вредят фундаменту создания Европейского Союза, чем помогают. Ну и, конечно же, Польша. Мы видели, как Польша себя вела, в частности, польские дальнобойщики, и очень слабо польские власти реагировали, они так и не смогли навести порядок у себя на границах. Что нас ждет вот в этом контексте? Как вы полагаете, насколько действительно Украина будет спасательным кругом для Европейского Союза? Вы знаете, это очень глобальный вопрос, который вы задали, и я бы сказал так, что это вопрос, ну, абсолютно не сегодняшнего дня. Это даже вопрос не среднесрочной перспективы. Это все-таки надо понимать, что прием в ЕС, он займет минимум 10 лет, а на самом деле где-то, может быть, и 15, потому что не только важно, чтобы все согласились, но важно, чтобы Украина сама себя подготовила, потому что вы понимаете, что Украина должна соответствовать всем стандартам того Союза, в который она вступает. И если раньше делали, и было несколько стран, там, типа в Болгарии, да, или там в Румынии, которым делались поблажки, то же самое в Венгрии, вот, то теперь этих поблажек будут делать меньше, потому что, ну, понятно, что есть критика, что вот Украина, значит, не совсем готова, и поэтому будут, конечно, смотреть на это под лупой. И вообще, мне кажется, что это совсем, ну, не острая проблема для нынешнего момента. У вас сейчас идет война с Российской Федерацией, с путинской, и самое главное – победить в этой войне. Потому что, грубо говоря, если не будет победы в этой войне, то все, о чем, вот вы заявили там, как повестка дня европейская, это вообще не будет никакой этой повестки дня, да, потому что Украина тогда будет стоять вообще перед вопросом своего, собственного просто существования как государства, как нации. Вот, и таким образом эти вопросы вообще обнулятся итогами войны. Поэтому в этом смысле война является определяющим фактором, и победа Украины в этой войне, освобождение собственной территории, это гораздо важнее, чем все остальные, не только бюрократические процедуры вступления в Европейский Союз, но и даже потенциальные какие-то геополитические расклады. Потому что действительно, конечно, если там смотреть, то есть, так сказать, напряженность, потому что мы понимаем, что Европа очень неоднородна. В этой Европе уже есть соревнования между странами, ну, так сказать, старая как бы Европа, сильная Европа и слабая Европа, южная Европа, северная Европа, западная Европа, восточная Европа. Это все реальности геополитические. Вот, и, конечно, там у стран типа, там, Франция и Германия, которые являются локомотивами этой Европы, им не очень, конечно, светит, когда такое огромное государство территориальное, потому что Украина самое большое государство есть, если брать Западную Европу по территории, вот, и экономический, с экономическим потенциалом большим и так далее, конечно, это будет иметь последствия геополитические для раскладов в Европе. Также есть всякие другие варианты, потому что есть вариант такой, что вот Великобритания, которая вышла из ЕС, говорила о том, что она может создать некую там ось Великобритания, Польша, Украина и даже продлить ее в Турцию, которая может быть, типа, конкурентом Европейскому Союзу. То есть это все, конечно, интересные вещи для исследователей Европы, для, там, я не знаю, там, для философов, для геополитиков. Вот, но я так думаю, что в вашем варианте, когда у вас идет война, это не совсем актуально. Я думаю, что об этом надо будет думать тогда, когда придет время и когда закончится война и когда Украина отстоит свою территорию, отстоит свою независимость. Да, но надо сказать, что вопреки путинским ожиданиям, которые говорят, что мы ничего не производим и у нас тут все, полная стагнация, это не так, украинский бизнес работает, мы видим, что мы к мирной жизни достаточно быстро вернулись, условной мирной жизни, да, на фоне всего происходящего. Конечно же, это такая, третий год войны, это третий, по сути, третья фаза, ожесточенная, когда уже не осталось никаких путей, да, для какого-то, для остановки. Но все-таки поиск вот этой формулы мира, он все еще актуален. Но и кроме всего прочего, нет спокойствия, как мы видим, в королевстве кремлевском. Путин нервничает, он не знает, чем закончатся эти выборы, выйдут ли недовольные люди после оглашения результата, и именно ваши коллеги, с этим связывают ваши коллеги, из британской разведки, решение Путина о создании так называемых сил обороны Москвы. Эта инициатива у него родилась в голове, значит, сразу после Пригоринского мятежа, он решил, что московскую инфраструктуру надо защитить. И я вижу, что теперь этому батальону, так называемому, да, обороны Москвы, который насчитывает уже более 15 тысяч человек, даже разрешили использовать огнестрельное оружие. Как я сказала, все это данные британской разведки. К чему готовится Путин? Он готовится к осаде, к защите. Каким могут быть варианты развития событий? Ну, во-первых, залезть в голову Путину может только очень хороший психиатр, потому что мы не знаем, что у него там происходит, мы не знаем, какие у него реальные цели, он их не объявляет, он их меняет каждое выступление, и в этом смысле довольно сложно вообще-то что-то прогнозировать, что у него там есть, что нет. Да, выборы в Российской Федерации, которые не являются естественными выборами, это всем понятно, это просто такая процедура административная, переназначение Путина и перелегитимизация Путина. Она для него все-таки важна, это безусловно важна, потому что это еще и совка идет. Это, значит, любому диктатору всегда приятно, когда его народ, значит, носит на ручках. Вот, ну, другое дело, что Путин ни разу не организовал нормальные выборы и ни разу не приставал перед этим реальным народом, потому что он боится, что этот народ его не перезберет, хотя на самом деле, вот, допустим, выборы 2004 года, если бы Путин их организовал бы нормально, со всем соблюдением западных процедур и требованием западной демократии, то его наверняка переизбрали, потому что он тогда был очень популярен в Российской Федерации, это реальность была политическая внутри Российской Федерации. Вот, сейчас, конечно, ситуация совсем другая. 24 года этот человек сидит у власти, он всем надоел, он постарел, он не обладает никаким рейтингом. 23 и 24 июня Пригожин показал нам на деле, что Путина не вышел защищать никто, и поэтому Путин, конечно, нервничает, хотя он для себя создал виртуальную картинку такую, вот он находится в стеклянной некой колбе, значит, виртуальной, где к нему поступает только то, что ему нравится, что его устраивает, и в этом смысле он все-таки демонстрирует такую типа наглости какой-то и уверенности в себе. И я думаю, что на самом деле он сам себя убедил, что у него все нормально, потому что это видно. Нет ощущения, что он нервничает, вот когда он выступает. Просто он создал свою виртуальную модель поведения, и в этой виртуальной модели у него все хорошо. Другое дело, что вопрос людей, которые находятся вокруг Путина, типа Громова, Киндер-сюрприза, который занимается внутренней политикой. Кириенко. Кириенко, да. Которые понимают на самом деле, какие реальные расклады. Они понимают, что нет никакой поддержки, что есть, конечно, там, я не знаю, автономные республики, типа Чечни, Ингушетия, где ему нарисуют 200% что угодно, там, потому что вообще никакой демократии нету, и выборов нету, и даже соблюдения никаких законов российских нету, как в Чечне. Но там, где реальные избиратели есть, там целые крупные города России, Москва, Санкт-Петербург, там, я не знаю, Нижний Новгород, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, то там у Путина очень низкий рейтинг, на уровне 15-20, максимум 25%. Вот, ну, ему все это нарисуют, так что для них тоже эта проблема не представляет. Они, кстати, для этого придумали всякие ухищрения, во-первых, растянули голосование на три дня, во-вторых, ввели электронное голосование, в-третьих, ввели всякие открепительные талоны, все это уже существовало еще и при Ельцине, и таким образом есть объяснение, даже когда люди, допустим, не видят никакой толпы на избирательных участках, а им объявляют, что уровень участия в выборах там 80% или 90%, им говорят, ну, понятно, что вы не велите, потому что все теперь голосуют электронно, поэтому зачем ходить на какие-то избирательные участки, теперь только бабушки где-нибудь, и там старенькие дедушки, которые не умеют пользоваться интернетом, значит, и смартфонами, вот они теперь ходят, а все остальные просто из дома голосуют, и поэтому все это дело подготовлено. И в этом смысле объяснения все есть, но мы понимаем, что вот эта усталость с одной стороны, с другой стороны напряжение, которое все-таки растет в обществе, потому что вот, значит, история с яйцами, она доказала, что, в общем, народ не очень доволен, история с женами мобилизованных доказывает, что есть напряжение и так далее, история, вопросы, которые задавались Путину на линии по поводу несоблюдения там каких-то бумажек, врачебных комиссий, понимают, что вот эти категории, которые с оружием в руках где-то там воюют, они могут доставлять какие-то проблемы. Но на самом деле никакого массового протеста пока что не ощущается, потому что я вам напомню, что вот когда была история с дефицитом яиц, это, кстати, история не с дефицитом яиц, а с дефицитом дешевых яиц, потому что яйца-то есть, просто другое дело, что люди хотят их покупать там по 80 рублей за десяток, а им продают по 300 рублей, по 200 рублей за десяток. Вот, и они, так сказать, стоят в огромной очереди там, где продают по 80 или по 90. Вот, и этих яиц не хватает, а те, которые дорогие, они лежат, пожалуйста, покупайте сколько угодно, но вы можете купить в три раза меньше или в два раза меньше, чем те, которые стоят дешевле. И этот кризис, кстати, не породил никаких массовых манифестаций, не было никакого яичного бунта, да, то есть вот было такое глухое недовольство, но не больше, не больше того, да, и поэтому удалось все это купировать довольно активно, просто закупить немножко больше яиц там в Азербайджане, в Турции, я не знаю, в Беларуси, вот, и наполнить ими рынок. И потом, опять же, это очень была точная проблема, потому что просто праздники, все готовятся к праздникам, а на празднике продукт яйца является, в общем, очень востребованным, начиная от салата оливье, куда, значит, если не положишь яйца, то уже не тот вкус, вот, ну и плюс вся выпечка, куда надо добавлять себе яйца в муку, вот, и так далее. То, в принципе, вот сейчас, в январе месяце, эта проблема уже практически сошла на нет, и самое главное, что никаких яичных бунтов не было. Обратили вы внимание, да, вот недовольство было, а яичных бунтов не было. И поэтому ожидать, что, я не знаю, что кто-то выйдет бунтовать, бунтовать довольно сложно, и плюс нету ощущения, что народ политизирован, и что готов выходить там за свержение Путина, за там прекращение войны и так далее, да, потому что народ просто, Путин просто всем надоел. И вот такой пассивный... Да, а если это... Есть пассивная усталость от Путина, но трансформировать эту пассивную усталость в какой-то активный бунт, вот у меня ощущение, что такого, к сожалению, ждать нам не приходится. А может быть, мы не там ищем, мы не оттуда ждем. Значит, мы пока что исключаем бесправный, подавленный, раболепствующий российский народ, мы исключили также олигархов Брамовича, Фридмана, на которых считалось, да, что они там прогрессивные, элитарные, элитарный кластер, но этого не случилось, они все подавлены. Тогда остаются военные. Вот как вы полагаете, когда политологи прогнозируют, что не исключено, возможно, в этом году некая формула мира будет найдена между военными, и военные какое-то там соглашение о прекращении огня могут подписать. Насколько это вероятно? Возможно ли это? И при каких обстоятельствах? Это потенциально есть всегда опасность, потому что самое главное всегда, когда идет война, это то, что война снимает запреты на убийство и на использование оружия, и вы даете в руки этим людям оружие. Для Путина самое главное обеспечение безопасности Российской Федерации, это то, что война происходит в Украине, в иностранном государстве, далеко от центра власти Российской Федерации. То есть, грубо говоря, все это дело происходит где-то там, за несколько тысяч километров, или за много тысяч километров, допустим, от Владивостока это там за 8 тысяч километров, от Чукотки это вообще там за 10 тысяч километров, от Москвы за 2 или там за полторы. И это пока все эти вопросы, проблемы, они концентрируются на фронте, то их зажимают, их пытаются решить как-то на фронте. Для Путина опасность, самая главная опасность какого-то военного бунта, это если, это вот жены мобилизованных, это вот самое тонкое место, где может что-то состояться, потому что когда у вас есть мужья с оружием на фронте и недовольные жены в тылу, и если, не дай бог, вот это недовольство выйдет в какое-то более-менее массовое недовольство с одной стороны, и выйдет в публичное недовольство, какие-то манифестации, и их начнут разгонять ОМОНовцы и там бить дубинками этих бедных несчастных жен, которые, кстати, не против войны, а просто хотят, чтобы их мужей вернули, вот, то вот здесь может состояться некий коктейль, взрывной коктейль Молотова, который может ударить по путинскому режиму, но прогнозировать, где он произойдет, как это произойдет и произойдет ли вообще, очень сложно, потому что пока не видно массовости в этой ситуации, и пока российское государство вообще-то не такое показывает, не полностью свою глупость, потому что оно пока еще не устраивает массовых побоищ, потому что, ну, грубо говоря, вот если мы вспомним историю, помните, история кровавого воскресенья, 9 января 1905 года, когда вышли с хоругвами, значит, к царю в Санкт-Петербурге, а их разогнали жандармы и стреляли, и вот тогда произошла революция 1905 года, и царь вынужден был издать манифест, дать какие-то там свободы, Думу вести там и так далее, парламентаризм и прочие всякие вещи, но вот это должно быть кровавое месиво какое-то такое, которое отзовется во всей стране, ничего подобного пока что в России не планируется и не видится, и непонятно, может ли это произойти или не может, поэтому я так думаю, что это все-таки из больше вероятность какая-то, но очень малая вероятность. Ну, я, кстати, вижу также сообщение о том, что три района в Москве оказались без света и тепла, 400 тысяч людей без затопления, а там минус 27, значит, потом видно, есть информация о том, что скоростной поезд «Ласточка» вдруг остановился в Нижегородской области, потому что ему тоже отключили электричество, и понятно, что так долго не могло продолжаться, Россия не могла атаковать Украину и оставаться безнаказанной. Вот насколько действительно наши союзники одобрят возможную стратегию перенесения, возвращаясь к главному вопросу, войны на территорию России, и ускорит ли это вопрос в России о завершении, у них это называется, военной операции, хотя даже на своей пресс-конференции Путин уже несколько раз сказал «война», то есть он уже признал, что он увяз настолько, что все это переросло в войну. Ответ на это уже дан на международном уровне, то есть есть уже несколько значимых людей, там типа генсека о НАТО, Уршелы фон дер Лайен, Макрона, кстати, на ближайшие, вот в эти дни, то есть Министерство иностранных дел Франции, который сказал, что в общем то, что произошло в Белгороде, это защита Украины, и она имеет право защищать свою территорию. То есть на самом деле никакого жесткого осуждения, как это ощущалось где-то там в начале полномасштабной войны и Путина против Украины уже на Западе нет. То есть все понимают, что военные цены, вообще все военные цели на территории Российской Федерации являются законными, легитимными военными целями по Женевским конвенциям. То есть в этом смысле вообще, когда вы бьете там, вот обратите внимание, корабль «Новочеркасск» в Феодосии, кто сказал что-нибудь? Даже там Российская Федерация ничего не сказала. Ей было обидно, что у нее такая цель военная была поражена, и никакой реакции абсолютно на международном уровне не было, потому что это абсолютно законная военная цель. И все, что является такими законными целями, вообще никаких проблем не составляет. Проблемы составляют тогда, когда вы бьете по военным целям, либо падают обломки на какие-то жилые кварталы, либо сбивают эти ракеты, и тоже там чего-то происходит, вот как в Белгороде, например, где там несколько человек, несколько десятков мирных жителей погибло. Но опять же, все уже понимают, что это, увы, сопровождающая ситуация во время войны. То же самое, кстати, показывает Израиль, когда он там бьет по территории сектора Газа по целям Хамаса. А Хамас прячется за мирными жителями, поэтому, естественно, есть довольно серьезные гибели мирных жителей, гораздо более, кстати, серьезные, чем и в Украине, и в Российской Федерации, потому что там на тысячи считается. Потому что при всех издержках войны в Украине, вот, допустим, когда Российская Федерация бьет там, я не знаю, по Украине, 150 ракет стоимостью миллиард двести миллионов долларов, то суммарные потери, это примерно 50 человек, да, это вот не как в секторе Газа, в секторе Газа там несколько тысяч убивало. Вот, хотя мы понимаем, что для каждой семьи, для каждого человека, любой, даже один человек, это все равно трагедия семейная, это все равно потери, которые хотелось бы избежать. Вот, но в этом смысле я не думаю, что какое-то будет принципиальное теперь осуждение. Конечно, Российская Федерация все это использует формально на международном уровне, там Небензе сразу устраивает театр какой-то в Совете Безопасности, обливается слезами, Путин обливается слезами на встрече, значит, с этими военнослужащими, забывает, что он с лица земли стер Мариуполь, где проживал 450 тысяч человек, да, и, значит, говорит, что нет-нет-нет, мы никаким по площадям не бьем, мы только у нас военные цели. Все понимают, что это вранье, но для Путина важно это вранье, потому что все его выступления так или иначе там переводятся на какие-то иностранные языки, и, значит, телеграфное агентство, и информационные СМИ, значит, средства массовой информации, их все-таки там цитируют где-то, и таким образом у людей создается впечатление, что Российская Федерация на самом деле соблюдает Женевские конвенции. То есть в этом смысле я думаю, что ситуация для Украины совершенно не критическая, и даже, я думаю, мы дойдем до той ситуации, когда вам повысит уровень поражаемой дальности для тех боеприпасов, которые вам передаются, для того, чтобы бить по логистике, которая отведена от фронта на более далекие расстояния. Сергей, спасибо вам за возможность услышать вашу точку зрения, спасибо нашей аудитории за внимание и доверие, и, конечно же, напоминаю, у вас есть возможность подписаться на наш канал, чтобы получать информацию оперативно, и задавать вопросы нашим гостям. Для нас это очень важно, все ваши комментарии, все ваши замечания, все ваши вопросы. Спасибо, и до скорой встречи, Сергей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова